О прошлом стадиона «Авангард» и о том, какие состязания там проводились, мы поговорим с Виталием Дубицким, спортивным экспертом. Здравствуйте, Виталий! Здравствуйте! Ну, давайте, наверное, начнем с вопроса о прошлом стадиона. Что там было раньше, какие соревнования проводились? Стадион «Авангард» — это один из заводских стадионов, которые модно было для каждого предприятия строить где-то, наверное, в 40-х-60-х годах. Таких стадионов у нас в Саратове достаточно много, достаточно вспомнить стадионы «Торпеда», «Волга» и другие. «Авангард» наименее известен в этом ряду, каких-то крупных соревнований там, честно говоря, я не припомню. Может быть, они и были, но в такие союзные времена, наверное, в те же самые 60-е и 70-е годы. Потом, в годы 80-е, там занимались дети, использовалось поле, беговые дорожки, физкультурниками, жителями соседних домов, районов. Ну и, естественно, работниками предприятий соседних, в первую очередь, корпуса, которому этот стадион и принадлежал. А что произошло со стадионом? Почему «Авангард» начал разрушаться? И когда, собственно, это все начало происходить? В какие годы? Произошло не со стадионом, произошло со страной. Когда стал разрушаться Советский Союз и предприятия стали отказываться от социальных объектов, «Авангард», наверное, одним из первых остался без хозяина, поскольку производственное объединение «Корпус» специализировалось на оборонке, а оборонная промышленность, она пострадала едва ли не больше всех и не раньше всех. Скажите, на ваш взгляд, стадион пригоден для проведения тренировок по Чемпионату мира 2018 года? Готов ли он принять чемпионов? Стадион должен быть отремонтирован. И министр спорта Мутко, когда озвучивал информацию о подаче заявок на города, которые могут стать базами команд-участниц Чемпионата мира, он конкретизировал, что в каждом городе должен быть построен, возможно, модернизирован стадион, на нем должно быть современное футбольное поле и трибуны где-то на 500 мест. И эти стадионы в регионах должны остаться как наследие Чемпионата мира 2018 года. Поэтому то, что вот сейчас есть на авангарде, оно обязательно должно подвергнуться кардинальной реконструкции. Ну а если реконструкция будет проведена, деньги будут выделены, то подходит ли в целом площадка для подобных мероприятий? Дело в том, что там за счет беговых дорожек можно совершенно спокойно увеличить или уменьшить это самое поле. Ничего проблематичного в этом не существует. И технологии, которые позволяют укладывать синтетику или даже естественное поле, в общем-то, там не важно, какие границы. И по большому счету не важно, что эту футбольную арену окружает. Виталий, вы могли бы назвать какие-нибудь еще стадионы в Саратове, либо в близлежащих районах, которые могли бы подойти в качестве тренировочных баз для Чемпионата мира? Опять же, если говорить о том, что при условии реконструкции может стадион стать базой, по большому счету у нас этой базой может стать любой объект. Базой мог бы стать и Темп, который требует меньшей реконструкции, мог бы стать Салют, мог бы стать Сокол, которым мы с ноября прошлого года так гордимся. Но если уж говорить о том, что сделать стадион базой и реконструировать его для этого, то тут, конечно, лучше всего подошли бы стадионы заводского района. Волга и Торпеда. Они находятся в очень населенных, в очень популярных среди спортивной общественности местах, но тоже находятся в очень запущенном состоянии. Виталий, я с вами прощаюсь. Спасибо за то, что были у нас в гостях и рассказали нам о стадионе «Авангард». До свидания. А я напоминаю, у нас в гостях был Виталий Дубицкий, спортивный эксперт. Продолжение следует...